Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осинская, канал вязания и обо всем, что связано с вязанием. Сегодня у нас понедельник и сегодня у нас с девочками начинается игра. Игра трио три на три. Мы берем три процесса и в течение девяти часов вяжем каждый процесс по три часа. В этот раз у нас участвует тринадцать замечательных девочек. Девочек-подруг по вязанию. Мы уже в эту игру играем третий год, скоро будет три года. По-моему, это будет в июне месяце. А три года тому назад, в июне месяце, да, это был июнь, ко мне, я просто вспоминаю, это был июнь или май. Мне кажется, июнь ехала Алла, канал ее называется на ютубе, бабушкины счастья, внучка и вязания, а Надзене, как же называется Надзене, мое любимое вязание. Вот. Она ехала из Мурманска в Евпаторию и заехала ко мне всего лишь навсего на одни сутки. Мы с ней погуляли, пообщались, походили, поговорили, а вечером мы сидели с ней, разговаривали и снимали видео нашего общения. И я ей сказала, что я хочу поиграть в эту игру, очень интересно, я увидела ее на канале у Альбины, канала Альбина вязания и жизни. Она говорит, а я хочу с тобой поиграть. Я говорю, давай, ну так как мы говорили на камеру, и мы предложили девочкам, может кто-то еще захочет присоединяйтесь к нам. И к нам девочки присоединились, и с того времени мы играем в эту замечательную игру, игру, которая реально продвигает наши изделия. И вот, что же я хочу взять, какие три изделия и повязать в этой игре. Ну вот я приготовила две коробки. У меня в этих коробках будут три процесса, которые я буду вязать в этой игре. Первое, это носочки. Я приготовила две коробки, но я не взяла маркеры. Сейчас я пойду их возьму. Это вот носочки, которые я вяжу для наших ребят из пряжи Вултайм. Они у меня отвязаны по галенок, отвязан. И мне надо начать вязать пяточку. Пяточка будет стронг. Хотела связать... Здесь у меня отвязано 25 рядов. Вот это лицевая сторона. Я просто здесь считала. У меня здесь 20 рядов и 5 рядов еще резинки провязаны до вот этого вот начала рисунка. Я хотела связать 25 рядов, а дальше либо лицевой гладью, либо что-то, но только не резинкой 2х2. Ну вот видите, я начала вязать по галенок, не резинкой 2х2. Ну вот стала вязать такие как будто шишечки. Вроде так ничего. В принципе, вот это, по-моему, нужно только мне. Вот так получается. А те, которые будут носить эти носки, им надо было, чтобы они были теплые и удобные. А все остальное, ну, конечно, нужно, чтобы они были красивые, это все понятно, но им важнее, чтобы они были теплые и удобные. Итак, сейчас я беру маркирочки и поставлю маркеры, обозначу, где, откуда будет начинаться игра. Возьму вот такой яркий маркирочек и поставлю его вот сюда. Вообще, в принципе, наверное, можно и не ставить, потому что я начну вывязывать пяточку. В пяточке начнется моя игра 3х3. Так, здесь есть маркер. Второй процесс, который я беру, это тоже носки. Очень хочется их продвинуть, а лучше закончить в этом месяце, в этой игре, но вряд ли, конечно, потому что как-то вот тяжко они у меня идут. Вот, они сами по себе очень плотные получаются, такие толстенькие, спицы тонкие. А я не сказала здесь, что... Давайте я вернусь немножечко к этим носкам. Пряжа Вултайм, это Ализе Вултайм, 200 метров, 100 граммах, 75% шерсть, 25 акрил. Вяжу спицами 3,25. Вот очень удобные спицы, у меня прям есть желание... Поменять свои спицы. Так, все, не буду сейчас о спицах говорить, о моих и о моем желании. Это мы оставим на потом. Итак, эти носки. Вот носки получаются достаточно жесткие, потому что я здесь взяла два вида пряжи. Это Ализе Супер Вошь. Лежит у меня очень давно. Ну, и вот я хочу вывязать вообще, постараться, ну, как можно больше повязать пряжи. Сейчас стараюсь не покупать пряжи, если я держу прям вот в таких руках, чтобы, ну, вывязать как можно больше того, что у меня есть. А все равно где-то что-то, где-то что-то прикуплю, где-то что-то получается еще больше. Почему-то, чем больше вяжу, тем больше пряжи у меня получается. И вторая пряжа – это Рассказовский Козий Пух. И я думаю, что вот этот Козий Пух, он и придает такую жесткость носочкам. Но когда они свяжут и постираются, я думаю, что они будут значительно мягче и удобнее. Что у меня здесь отвязано? Отвязан тоже поголенок. Вот эти носки вяжу второй месяц. Очень хочется закончить их, чтобы они уже не мелькали у меня перед глазами. Здесь я начала вязать уже пяточку. Вот смотрите, видите, расширение. Но сейчас я думаю, может быть, мне не вязать пятку стронг, а вязать просто укрепленную пятку. Но уже начала стронг. Не буду я пороть ничего, буду продолжать вязать. Я хочу на эти носки поставить вот такой маркер. Не знаю, получится у меня. Так, все получится. Получится ли поставить маркер? Конечно, получится. Куда мы денемся? Вот такой маркер я поставлю. Вот. Так, вяжу спицами два с половиной. Это мои носочки, которые мне очень хочется закончить в этом месяце. И беру еще свой жакет, кардиган. Это пряжа Газал Газал Бэби Вулл XL. Так, сейчас я достану. Вот такая пряжа Газал Бэби Вулл XL цвет 818-й XL 50 грамм, 100 метров. Я вяжу спицами 375. У меня здесь раскочила петелечка. Значит, что у меня здесь сделано? Я отделила рукава от тела. Вот так у меня уже провязано. Вот так. Вот так провязано. Мне надо вязать дальше. Вот этот маркирочек я отсюда снимаю. Я уже не помню, что это было. Почему я его сюда поставила. И ставлю его вот сюда. И вот эти 3 процесса буду вязать в течение 3 часов. Ой, в течение 9 часов. Играть мы будем с понедельника по пятницу. Ну и через 9 часов я подключусь и покажу, что я провязала. Доброе утро. Сегодня у нас воскресенье. У меня прошли 9 часов. И я снимаю свои итоговые видео. Выгрей 3 утре на 3. Но 9 часов у меня прошли не сегодня. Я закончила вязать в пятницу. Но так случилось, что вчера у меня вообще не было дома весь день. Я уехала рано и приехала очень поздно. Честно говоря, не сил, не желаний вообще никаких не было снимать. Никакой возможности в течение дня. Я была достаточно далеко от дома. Поэтому снимаю сегодня утром. Ну, у меня еще одна проблема была, которую... Вернее... Давайте лучше я буду рассказывать о том, что я делала. И расскажу, что у меня за проблема. Она не была, она есть. И хочется верить в то, что она когда-то вообще пройдет, закончится. И я говорю сейчас о своих суставах на больших пальцах рук. Ну, особо правой руки. Я заявляла процессы. Это был мой кардиган. Надеюсь, будущее будет. И носки. И вот эти вот носки, по-моему, я говорила о том, что не знаю, как я их буду вязать. Я их просто... Вот смотрите, я вот здесь поставила маркер, а провязала вот такой кусочек. У меня такая была боль в руках. Просто адская. И поэтому я их оставила. Конечно, носочки я буду вязать. Они должны будут закончены. Честно говоря, я даже не понимаю, как они будут выглядеть, что это будут за носки, потому что я тут наворотила, наворотила. Но в любом случае они вяжутся, они будут довязаны. Вяжу их уже полтора месяца. Представляете? Вообще, вяжу не очень много и не очень быстро. А с прошлой, прошедшей, вернее, недели я ещё больше работаю. Я раньше ухожу, позже прихожу, потому что прибавляются, к сожалению, дети. И времени остаётся меньше. Но, тем не менее, конечно, носочки довяжу. И что из них получится, не знаю. Но вот какие получатся, мне просто самой даже интересно, что же получится. Так, ну и давайте про другие носки расскажу. И другие носки я вяжу из пряжи Alize All Time. Носки вяжу для наших ребят, и те, и другие. Поэтому те носки я вяжу обязательно, какие бы ни получились. И что у меня с этими носками? Вот это я провязала за три часа. Ну, мне кажется, очень мало. Ну, я имею в виду, я вяжу два носка. Вот так. Сусобы Мэджиков. Но на то, в общем, тоже были какие-то свои причины. И, во-первых, палец болел. Во-вторых. Ну, вот так провязала. А потом я вязала кардиган. Несколько тоже не очень много, но повязала. И сейчас очень-очень медленно вяжу. Стараюсь сильно не напрягать палец. Эти носки вяжутся, и кардиган легче. Там очень плотно я вяжу, очень туго. И как-то вот сильно болит палец, я прямо им двигать не могу, когда я вяжу те носки. Очень тяжело вяжутся. А потом я так подумала и думаю, мне же надо 9 часов отвязать. Где еще 3 часа? На чем я буду? Я не заявляла другие процессы. Но я, прошу прощения, взяла на себя смелость и стала вязать вторые 3 часа. А вторые 3 часа я уже вязала чуть-чуть лучше, чуть-чуть легче. И провязала вот такой вот кусочек носка. А первые 3 часа у меня еще был не просто вот этот кусочек, а еще я вязала пяточку. Пяточку вывязала стронг. Вот так она у меня идет до пятки. Вот этот самый ажур такой непонятный узор, смешной. Пяточка просто резинкой 2 на 2. А потом она идет вот такая вот французская или круглая, подкова, как ее называют по-разному. Мне нравится эта пяточка. И я в основном всегда вяжу ее. Хотя вот сейчас хочу еще повязать пятку. Бумеранг. Я вязала такую пятку, но я вязала только один раз. И как-то она мне не зашла. Не знаю почему. У меня такие полчерестырки большие. Я их перевязывала перед... В общем, не зашла она мне. Но хочу еще раз повязать. Открою свою книгу по дизайну носков и еще раз повяжу. Вот. Ну, то, что у меня так получилось. Болела рука. И я стала вязать эти носки. Продолжать. Я, в общем, ни капельки не огорчилась. Я довольна. Потому что у меня в планах сегодня их закончить. Тут осталось, собственно, совсем немножко. Это будет 42-43. Я мерила на блокатор. И мне... Ну, в принципе, я, может быть, еще рядов 5 провяжу. И потом буду закрывать мысочек. Вот. У меня, к сожалению, нет с собой, по-моему, сантиметра. Сейчас я посмотрю. Нет, есть. У меня должно быть 23,5-24 сантиметра. И у меня здесь провязано уже 18 сантиметров. Значит, мне осталось провязать еще 5 сантиметров. Да? Вот. И это как раз будет мысочек. Но я еще, наверное, ряды 3-4 провяжу. И потом уже закрою мысочек. Так. Это у меня получается 6 часов. И 3 часа еще у меня были... Был мой кардиган. Я вязала. Так хотела довязать. Остался вот такой... Вот такой кардилечек довязать до конца этой... Этого моточка. Но, к сожалению, не получилось. Провязала вот так. Вот столечка. Вот. И вот тут я увидела у себя... Вот я увидела у себя ошибку. Вот. Мне надо будет распустить вот эту петлю и ее декером поднять, чтобы вот этой вот ошибки не было. Так. А здесь у меня все замечательно. Я сделала прибавку. Вот здесь. 4 петли я прибавила. Я добавила 4 петли, вернее. Я всегда немножко к низу расширяю, чтобы она сильно не обтягивала все замечательные места моего организма. Вот. И поэтому я прибавляю немножко к низу. А когда надеваю, она получается просто ровная. Да. Вот так вот. И прибавила с этой стороны 4 петелечки. И у меня получается вот такой вот... Не знаю, наверное, напрасно это сделала 4 ряда. Надо было... Ой, 4 петли. Надо было просто 2 петли сделать. Как имитацию шва. Ну, почему-то мне вот так вот решили. Ну, уж так решила, так и буду делать. Так. Я вот думаю, у меня осталось всего 5 мотков. Я довяжу вот этот ряд. Вернее, этот вот клубочек довяжу. И буду вязать рукава. Свяжу рукава. Рукав у меня широкий. Очень широкий получается. Я его буду потихонечку уменьшать. Я не хочу его делать узким, прям по руке по руке. Но он очень широкий. Я его немножко уберу, сужу. И буду вязать ровно, чтобы это было... Ну, не фонарик, но типа такого легкий-легкий фонарик, чтобы был. Вот такие мои продвижения, такие мои планы. Довязать вот этот моточек. Желательно сегодня, если у меня получится. Потому что мне надо сегодня сделать по дому кое-какие дела. Я, к сожалению, вчера вообще ничего не делала. И позавчера как-то так получилось, что я пришла тоже поздно. И довязать носки. Вот так у меня сегодня. Вернее, не так, а вот такие планы у меня сегодня. Ну и, наверное, на этом все. Я рассказала все, что я вязала. Я сейчас, знаете, на что посмотрела. Думаю, какая-то у меня серость одна в кадре. Серый этот кардиган. Вот это тоже темные какие-то серо-зеленые носки. Смотрите. И те носки серые. Что-то у меня в жизни какая-то пошла темнота и серость. Надо срочно менять все. Есть очень большое желание начать еще много. Много начать, но когда я буду что вязать, не знаю. Ну, наверное, до следующих девяти часов, до следующей рандомной недели, до следующей игры я что-то начну, чтобы было немножко поярче. И в жизни, и в кадре, и вообще. Сейчас у нас тоже такая серость на улице. Не интересно, но скоро, я думаю, пройдет. Вчера у нас был такой дождь, какой-то, знаете, такой капал, капал, капал. А нужен сильный дождь, чтобы пролил, и потом, чтобы яркое солнышко. И тогда все будет ярко и замечательно. На этом все. Спасибо большое всем, кто приходит на канал, кто подписывается, пишет комментарии. Спасибо всем огромное. Если вы не подписаны, приходите, подписывайтесь. Если вы с нами не играете, приходите к нам играть в апреле. Обязательно после трио старта будет рандомная неделя. После рандомной недели будет играть трио, три на три. Приходите к нам, движите с нами, играйте с нами. И всем я желаю добра, здоровья, мира, благополучия, успехов. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok